Девушки отдыхают Стал собственником пакета акций стоимостью почти 5 миллиардов Как спасалась от разорения Елена Батурина? У граждан города отобрали 15 миллиардов рублей Зачем жена мэра продавала землю сама себе? А деньги на эту покупку они получили из бюджета Москвы? Как фирма, которая без году недели получила кредит величиной в целое состояние? Почему-то все операции идут через Батт Москвы И казалось бы, при чем тут Лужков? Все денежные средства впоследствии оказались на личном счете госпожи Батуриной Тайная бухгалтерия семейного бизнеса Вот где, вот где, настоящая любовь к деньгам И кто за это теперь будет расплачиваться? Кому на самом деле принадлежит бывший муниципальный банк? Где находится московское поле чудес? И каким образом земля, на которой ничего не растет и не строится Превращало в миллионеров всех, кто к ней прикоснулся? Дело в кепке три! Сегодня в нашей программе В июне 2009 года компания НТК Принадлежащая супруге бывшего мэра столицы Юрия Лужкова Елене Батуриной Продала принадлежащий ей участок земли площадью 58 гектаров на западе Москвы За 12 миллиардов 760 миллионов рублей Покупателем оказалась никому неизвестная фирма Премьер Эстейт Учрежденная незадолго до сделки Деньги на покупку земли она взяла в кредит у Банка Москвы Невероятно! Но банк эти деньги дал В Банк Москвы обращается какая-то фирма хитрая Уставной капитал 10 тысяч рублей Слушайте, у вас уставной капитал 10 тысяч рублей А вы просите кредит 13 миллиардов Ну какой банк даст? Слушайте, у вас 10 тысяч капитал 5 тысяч, получите кредит 5 тысяч? Ну 7 тысяч Разве это не мошенничество же? Все это происходило в разгар кризиса В марте 2009 года НТК официально заявляла о наличии долгов 34 миллиарда рублей А потом произошло чудо Уже через 2 месяца НТК свой долг погасила И произошло это во многом благодаря сделке с Премьер Эстейт В общем-то уникальные И в этом смысле дурно пахнущие сделки На рынке таких сделок не может быть И они существуют только в единственном числе То есть для НТК В ноябре 2009 года Владимир Жириновский обратился к министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву и попросил проверить законность сделки Все фикция, все мошенничество, все однодневки Чтобы провести операцию, закрыть, уехать и все, ищите концы В итоге в МВД возбудили уголовное дело по статье Мошенничество Обыски прошли в банке Москвы На даче президента банка Андрея Бородина А также в описах НТК и других компаний Связанных с бизнесом Елены Батуриной Данный кредит был получен с нарушением Залогом под данный кредит была предоставлена земля Стоимость которой была многотратно завышена Вся эта история вызывает массу вопросов Сколько в действительности стоила проданная Батуриной земля? Почему Банк Москвы выдал кредит на ее покупку Никому неизвестной фирме Премьер Эстейт? И откуда у Банка Москвы в кризисное время Нашлись для этого свободные 13 миллиардов? Сразу после обыска руководство Банка Москвы заявило Что кредит был выдан на законных основаниях Пресс-служба НТК опубликовала аналогичное заявление Батуриной Елена Николаевна, по-моему, озвучила это в своем обращении Средства, которые находятся у нее на счетах Имеют абсолютно легальное происхождение В интервью Батурина утверждала, что деньги, полученные от продажи земли Действительно попали на ее счета Она никогда этого не скрывала и более того Заплатила с них, цитата, сумасшедшие налоги Смотрите, она сохранила все до копейки То есть она прибрала денежки и сохранила все до копеечки Просто вот как, знаете, как паучиха, которая вот Ниточку к ниточке, ммм, все ммм Я думаю, она еще утюгом разгладила каждое Смотрите, она получила купюры наверняка Мне мнится такая картина Еще утюгом разгладила каждую Сложила по номерам Вот где, вот где, вот где Настоящая любовь к деньгам В этой истории сейчас разбираются следователи И свои выводы они еще сделают Впрочем, некоторые эксперты не исключают Что сделка могла быть проведена Еленой Батуриной С соблюдением всех формальных правил И юридически может быть безупречна Как говорил Остап Бендер Я, конечно, не херувим Но я чту уголовный кодекс Так вот, скорее всего, если бы человек такого масштаба даже предполагал сделать такую сделку То наверняка его советники посоветовали бы провести операцию гораздо более рациональным образом ЗО «Премьер Эстейт» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей Зарегистрировано в Москве по адресу 1-й автозаводский проезд Дом 3 Вот это здание Кому это здание принадлежит? Женеву школы Но ни о фирме «Премьер Эстейт», ни о каких-либо других организациях, находящихся по этому адресу Никто из местных жителей ничего не знает Ну я здесь работаю сколько? Лишь 5-6, вот, наверное Нет Лизерка, машина, стояли вот так, одна-две Ну, чтобы какие-то движения были, я не... Видите, пустые, опустые Нет ничего А раньше у тебя стояли, здесь был детский сад Прикоммунистов Учредителем фирмы «Премьер Эстейт» является компания «Кузнецкий мост» «Девелопмент» В течение нескольких дней наши корреспонденты пытались получить от представителей этой организации какие-либо комментарии, но безрезультатно Что мы хотим сказать? Мы не хотим сказать По информации, опубликованной в открытых источниках компания «Кузнецкий мост» Купила землю у НТК в интересах иностранного инвестора фонда «Арго Капитал» Однако председатели этого фонда через своего секретаря от комментариев также отказались Нет, 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 я все понимаю, но мы все равно не заинтересованы в этих вопросах в данный момент Батурина продала землю в разгар кризиса, когда рынок недвижимости в Москве был парализован Квартиры не продавались вообще Строительные компании оказались на грани банкротства Дома стояли недостроенными О новых проектах и речи не было Удивительно, но именно в этот момент нашлась фирма, готовая купить у Батурины землю, причем подокризисной цене Понятно, что Банк Москвы говорит, нет, это нормальная сделка, обычная такая, да, конечно 50 гектар стоит 13 миллиардов рублей, вы смеетесь в кризис Тут вообще продать нельзя было, там, сотку, никто не покупал Тут огромный участок за сумасшедшие, там, сотни миллионов долларов Фактически инвестор с живыми деньгами на тот момент мог диктовать на рынке свои условия И покупать землю в разы дешевле ее кадастровой стоимости Однако, он выбрал почему-то участок Батуриной По мнению экспертов, далеко не самый выгодный на тот момент вариант Я думаю, что этот участок мог бы стоить в тех условиях Точнее, его можно было бы купить максимум за, там, 2,5-3 миллиарда рублей Максимум Тем не менее, представители Елены Батурины утверждают, что земля была продана по рыночной цене и даже дешевле Даже сейчас на сайте Росреестра вы можете найти государственную кадастровую оценку этой земли Которая составляет, как раз, порядка 13 миллиардов А вот на днях независимый международный оценщик Кольверс Интернешнл Он также выступил с заявлением, что земля, на самом деле, была продана по их оценкам еще на 3 миллиарда дешевле В банке Москвы ссылаются на данные независимого оценщика Соответствующая экспертиза действительно проводилась Здесь важно отметить, что в тот момент оценка, которую непосредственно мы выполняли Она даже не была для целей банковского кредитования Потому что, если банк запрашивает специальную оценку для кредитования, мы об этом знаем Эта оценка была заказана для внутренних решений Для внутренних управленческих решений Результаты оценки вполне устроили и Банк Москвы, и тем более, и Лену Батурину Банк выдал малоизвестной конторе кредит, сколько просили А Елена Батурина получила деньги, сколько хотела Фактор отсутствия в тот момент спроса на землю никого не волновал Другой вопрос, можно ли найти покупателя на такой участок земли И какое количество этих покупателей Ну, наверное, непросто на рынке найти покупателя Но в задачи оценки это не входит в поиск покупателей Все мы знаем, как сложно получить в банке даже небольшой кредит Но как компании «Премьер Эстейт» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей Удалось получить 13 миллиардов? И почему банк с удивительной легкостью выдал столь астрономическую сумму? Чтобы вы понимали, насколько мала или велика эта сумма для Банка Москвы У них уставной капитал, район, 18 миллиардов То есть они отдали три четверти того, что в принципе у них есть Ну так, рядовая сделочка, почему нет? 22 апреля 2009 года в разгар кризиса Совет директоров Банка Москвы Принял решение о дополнительной эмиссии Правительство Москвы, имевшее на тот момент 48% акций банка Это решение поддержало и перечислило из бюджета столицы На счет Банка Москвы 15 миллиардов рублей И Лужковчикам говорит, да, надо помочь, надо помочь Но мы смотрим, как они помогут Заседание Мосгордумы Увеличивают уставной капитал Банка Москвы, Государственный банк, Московский Где-то на 15 миллиардов рублей И смотрим, куда пошли эти деньги Куда же пошли эти деньги? Совпадение это или нет? Но три недели спустя Банк Москвы выдал кредит компании «Премьер Эстейт» на покупку земли у Батуриной В случае Сентека, это вот совершенно очевидно Берешь деньги в бюджете, заводишь их в банк, тут же их из банка отдаешь жене На мой взгляд, можно было проще дома рассчитаться просто Приходит моя жена и там дома отдают друг другу 13 миллиардов рублей и все Далее в программе Каким образом Банк Москвы стал одним из крупнейших банков России? С каждого квиточка ЖКХ проценты, 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 проценты Кто такой Андрей Бородин? Галужков относится к нему как к сыну И почему сын друга Лужкова стал собственником пакета акций стоимостью почти 5 миллиардов? Госпоминетарь Тайная бухгалтерия семейного бизнеса У граждан города отобрали 15 миллиардов рублей Как спасалась от разорения Елена Батурина? Вот где, вот где, настоящая любовь к деньгам Как земля, на которой ничего не растет и не строится Плодила миллионера Тайный московского поля чудес Смотрите прямо сейчас Банк Москвы был создан в 1995 году по инициативе Юрия Лужкова Изначально для обслуживания бюджета столицы и социально-экономических программ города Когда возникла идея создания Московского муниципального банка Ну, это, конечно, у Москвы карман большой, поэтому карманный банк не маленький Его воспринимали, безусловно, тоже как такую несамостоятельную экономическую структуру Которая, ну, скажем так, вне рыночной Новый муниципальный банк доверили молодому специалисту Андрею Фридриховичу Бородину Сыну одного из лучших друзей Юрия Лужкова Была личная связь, это безусловно так Когда Андрей Бородин занял пост президента муниципального банка Москвы Ему было всего 27 лет Бородин должен был быть верхом святости В отношениях корпоративной солидарности, корпоративной морали Корпоративных добра и зла, корпоративной верности Лужкову Под покровительством мэра молодой банкир делал блестящую карьеру Через банк Москвы потекли деньги самого крупного из региональных бюджетов страны Решно-коммунальные платежи, оплата телефонных переговоров Зарплата чиновникам, а в Москве десятки тысяч чиновников Мэрии, управы, префектуры, центральный аппарат, гигантское количество Всюду банк Москвы И с каждого транша, с каждого денежного перевода, с каждого квиточка ЖКХ Проценты, 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 проценты Банк Москвы пользовался беспрецедентными привилегиями Так, например, только он получил разрешение работать в вестибюлях московского метро Топ-менеджерам компании город предоставлял особый соцпакет Например, возможность покупать жилье в Москве по себестоимости Любой банк, который пригрело бы правительство Москвы, стал бы золотым через некоторое время Однако банк Москвы только задумывался как муниципальный На деле он очень быстро превратился в частный Сегодня Бородин и заместитель председателя совета директоров банка Лев Алла-Луев Владеют более чем 20% акций Всего же под их управлением, по мнению аналитиков, может находиться около 44% Однако признавать свою связь с другими акционерами Бородин отказывается Правда ли, что вы контролируете Марин Батрейзинг? Без коментария То есть права Без коментария Но каким образом Бородин стал акционер? Ведь даже зарплаты президента банка на покупку пакета стоимостью почти 5 миллиардов рублей никак не хватит Однако у Бородина это получилось О личном успехе Андрея Бородина можно судить по его положению в списке Форбст 65-я строчка это достаточно почетно А скромное состояние в 550 миллионов долларов Это оценка его труда банкира По данным экспертов, сейчас на счетах Банка Москвы лежит порядка 3,5 миллиардов долларов бюджетных денег Раиса Горбачева, научный сотрудник одного из московских институтов На работе ей выдали зарплатную карту Естественно, Банка Москвы А в конце прошлого года, в день перечисления зарплаты и годовой премии С карточки пропали все деньги Банки признали, что деньги с карты сняты незаконно Но возвращать их клиентам отказались Я говорю, ну пожалуйста, скажите, где находится этот банкомат, который украли Может быть там видеозапись сохранилась Ой, да что вы, какая видеозапись В интернете Раиса Горбачева узнала, что таких обворованных клиентов, как она, в Москве десятки Это сотрудники поликлиник, сотрудники детских садов, спортивных школ, сотрудники МЧС Андрей Гогин хоронил в Банке Москвы все свои сбережения Более трех миллионов рублей Летом прошлого года он с удивлением обнаружил, что все его деньги куда-то пропали Официально банк отвечает, что его вины в этом нет По моему мнению, банк, и это в договоре в любом указано Ответственность за сохранность денежных средств клиентов Они написали в Банк Москвы и лично Бородину десятки писем Требовали провести расследование и вернуть деньги Ответ всем пришел одинаковый Банк на себя ответственность за проведение этих операций не берет По большому счету им наплевать на обычных граждан Ну и тем интереснее прокрутить какую-нибудь крупную сделку, связанную с Сентека Банк Москвы проявляет поразительную бережливость Когда речь идет о деньгах простых вкладчиков И фантастическую щедрость в отношениях со структурами Близкими к жене бывшего мэра Юрия Лужкова Если где-то убыло, значит где-то прибыло У граждан города отобрали 15 миллиардов рублей из бюджета У пенсионеров и положили их в карман Потому что в это время надо было выплатить какие-то долги, которые накопились Кто выгодный приобретатель сделки? Батулина Вот и все По словам представителей Следственного комитета МВД Сейчас уголовное дело по статье «Мошенничество» Возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников Банка Москвы Возникает логичный вопрос Кто эти неустановленные лица? И мог ли президент Банка Андрей Бородин не знать о том, кому и зачем его банк выдает 13 миллиардов? Возьмем Пыль Бородин, президент Банка, говорит, что он был не в курсе Я ему не верю Он должен был это знать, он должен был это санкционировать Я не могу поверить, что руководство Банка не знало о сделке в полмиллиарда долларов Эти 58 гектаров на западе Москвы когда-то принадлежали совхозу Матвейска Долина реки Сходни, очень престижный, очень лакомый участок природной территории Москвы В 2003 году совхоз передал землю в уставной капитал ООО «Раменское» Вот соответствующий документ Указана и стоимость земли 50 миллионов 899 тысяч рублей По мнению экспертов, кусок совхозной земли достался Батуриной практически даром Стоимость 50 миллионов в 2002 году является нерыночной Так как рыночная стоимость в 2002 году для подобного участка была существенно выше Ну то есть я думаю, что это минимум 200-300 миллионов рублей, может быть 500 Компания «Интека» неоднократно заявляла о своих планах построить на этом месте сотни тысяч метров элитного жилья для 12 тысяч жителей Там, кстати, газовые хранилища, так и для интереса, там строить-то ничего нельзя на этой земле Оно совершенно для строительства не подходит, это чистый миф о том, что там можно 2 миллиона квадратов построить Кстати, говорят, там ничего за два года так и не построить И тем не менее, этот бизнес-проект оказался более чем прибыльным На этой земле заработали все, кто к ней прикоснулся 50 миллионов превратились в 13 миллиардов Всего за 6 лет Настоящее поле чудес, на котором ничего не растет и не строится Субтитры создавал DimaTorzok